Металлоинвест Видим по рабочим местам, что работа эффективна, рабочие места улучшаются, организация рабочего пространства на высоком уровне, совершенствуется охрана трудопромбезопасность. В том ракурсе, в каком работают наши навигаторы, конечно же, видно их работу. Вывести привычные производственные и организационные процессы на новый уровень максимально вовлечь коллег в создание культуры непрерывных улучшений. Навигаторы, напомним, что это специалисты самых разных подразделений служб Михайловского ГОКа, за несколько месяцев проделали титанический труд, чтобы разобраться в деталях работы Рудоуправления. Только так можно понять суть проблемы, выбрать из десятков вариантов наиболее оптимальный для ее решения. Достаточно сказать, что из 15 экспертов штаба только у двоих основная деятельность связана с добычей и вывозкой горной массы из карьера. Поиск идеи – это самое тяжелое в нашей работе. Не потому, что ни по объему работы, ни по объему информации, которую надо, собственно, переварить, а вот именно найти. Найти что? Что? Где искать? – Порой вообще, мне кажется, что мы похожи на каких-то следопытов. То есть ездим в карьер, опрашиваем людей, интересуемся, что когда было. – Или следователь. – Почему? Да, или следователь. Порой действительно такие следствия надо проводить. Почему, откуда, как? Что было? Почему это прекратилось? Почему нельзя возобновить? Ну, а когда уже найдено, там проще. Там, правда, огромный массив данных, бесконечные таблицы в Excel, бесконечные выводы средних значений, значений по кварталу, по месяцам года, по типам оборудования. Но вот самый первый шаг, он самый трудный. Масштаб проделанной работы стал понятен, когда навигаторы начали рассказывать о проектах, которые уже реализуются. К примеру, замена обычного каната на днище ковша экскаватора на полиамидный позволяет сократить время ремонтов, за счет чего можно увеличить добычу горной массы больше, чем на 100 тысяч кубометров в год. А строительство новой дороги на западном борту карьера позволит сократить время подачи большегрузов под экскаваторы. Есть проблема в том, что, когда диспетчеру надо, ну, экскаватор на севере сломался, надо большегрузы куда-то переправить. Самый оптимальный, допустим, недостаток большегрузов у экскаватора, работающего на юге. Когда они едут, по наблюдениям, это 100-120 минут. Представьте, два часа большегруз едет по карьеру от одного экскаватора к другому. Длина расстояния дороги, которую построили, сейчас такова, что большегруз преодолевает ее, ну, в среднем 20-30 минут. Идей, которые уже реализуются и которые еще предстоит воплотить в жизнь экспертами штаба, было озвучено много. При обсуждении выяснилось, что не во всех инициативах есть возможность посчитать прямой экономический эффект. Управляющий директор комбината Сергей Кретов дал поручение дирекции по экономике и финансам включиться в работу навигаторов. Сотни тысяч единиц техники и оборудования. Сотни тысяч. Представляете, хотя бы там охватить пластом в 10% и на каждом хотя бы там по рублю сэкономить. У нас сразу какой эффект за счет масштабности комбината. Мы переходим от формирования культуры, которая вот начинается в этом. Культуры производства, культуры отношения к труду, культуры мышления. Когда человек не просто выполняет, приходит и выполняет просто там какие-то свои функции, инструкции, которые мыслящие думают, а что же сделать лучше. Сделать лучше свои предприятия, работать эффективнее, упрочить лидерские позиции компании на мировом рынке – основная задача бизнес-системы «Металл Инвест». И ее инструменты уже стали частью жизни работников всех комбинатов. Кроме того, все эти проекты...